Эй, йо! Привет, мой друг! Маленькая релокация, и сегодня мы поговорим о таком кальяне, как Элисит. И вот так вот он выглядит в собранном состоянии. Когда я первый раз его увидел на рендерах, на картинках, в аккаунте, я подумал, что за пластик? И подумал, что он очень хлюпкий и вообще ниочемный. Но когда мы поговорили, и мне сказали, что мы тебе пришлем один для тебя, а второй для конкурса, и ты его разыграешь среди подписчиков МВЧ и своего Ютуба, то я согласился. Ради вас. И давайте потихонечку мы поговорим уже о нем в этой коробке. Начнем, конечно же, с коробки. Коробка стилючая, ебучая и просто охуенно выглядящая. Ничего лишнего, никаких, блядь, наклеек, а каких-то лишних надписей. Все стильно. И вот так вот она открывается, прям как айфон. Ты вот так открываешь. Пух! Здесь у нас, собственно, поролончик. И вся эта красота выглядит вот так. И начнем потихонечку. Блюдце. Блюдце шикарное, хорошее, толстое, но очень маркое. В плане того, что вот так приложил и уже победителю вот этот серый кальян приедет с моими отпечатками. Что очень обидно. Но я думаю, вы спокойно их протрете салфеточкой и вообще никаких претензий не будет. Блюдце шикарное. Идем дальше к основанию. Когда я, как и говорил, видел и думал, что основание какое-то говнистое, непонятное, то я в край ошибался. Оно сделано очень круто, очень технологично. Вот эти вот всякие резбушечки. Плюс этот бронзовый цвет, он, в принципе, подходит под все расцветки, которые есть у Элисида. А что мы сейчас видим? Мы видим бордовый и видим серый. Оба выглядят просто круто. Здесь, соответственно, система клапанов, а, соответственно, декоративная шахта. Она тяжелая. Она хорошая. В ней все прикольно. Многие говорили, что внутри шахты, соответственно, алюминий. И многие, как бы, подумали, а нахуя мне калик за 19 плюс бабок с алюминием внутри? Неправда. Даже внутри используется такая же бронзовая внутренняя шахта из нержи. Поэтому вопрос, думаю, исчерпывающий. Что касается погружной шахты, она тоже в бронзовом цвете. Соответственно, с регулировочкой диффузора можете как бы с диффузором курить, а можете без. То есть дело все ваше. Все ходит очень круто, очень хорошо. И возвращаемся к верхней шахте. Она квадратная. Она необычная. Но вы же все дрочите на гелик. Почему? Когда вы увидели квадратный кальян, вы типа, фу, ебать, он квадратный. На гелик же дрочите? Дрочите. В принципе, по сегменту, по цене, по качеству, по внешнему виду, это новый сегмент. Грубо говоря, Альфа Хука Оро. Вот где-то рядом. Может быть, даже где-то круче. Не берем в то, что Оро это Оро. У Оро куча аксессуаров в виде шторма, в виде миласок, в виде других плюшек. И возьмем Элисит. Абсолютно новый продукт на рынке, который зашел сразу. Мы будем продаваться дорого и будем радовать своего покупателя. Квадратик. Очень круто. Еще интересная вещь. Как вам сказать? Короче, я вам сейчас покажу. Собственно, здесь у нас коннектор. Тут все понятно. Давайте мы... Ну и мундштучок. Давайте вот, мундштук выглядит тоже вот так вот круто. Минималистично, современно, угловато. Мне нравится. Давайте мы подарочный набор дрочить не будем. Да? Зачем нам его раздрачивать, если у нас уже есть мною дрочный. И, собственно, на примере мною дрочного кальяна мы уже о Элисите будем разговаривать. Тяга. Тяга хорошая. Тяга нелегкая, не альфа-хука. Чуть-чуть тяжелее, но и не вука. Вот где-то посередине. Я не фанат диффузоров, поэтому шумим как можно громче. Оказалось, что продувка у него, соответственно, идет отсюда. Но если сделать вот так, то внешний вид кальяна кардинально меняется. То продурка, то продувка у нас уже идет не снизу, а вверх. То есть реверс, ёб твою мать, блядь, понимаешь? Не нужно было нихуя придумывать. Можно было ебануть сразу в одной модели. Вот тебе Элисит реверс. Ты можешь и так, и так. Как тебе по кайфу? По качеству. Собрано все очень круто. Все лаконично. Все прям приятненько. Комплект тоже шикарный. Из минусов, которые я увидел, это, наверное, минус его красоты. Минус его блюдца. Я думаю, что ребята из Элисита сделают какой-то кастом блюдца, которое не будет, допустим, таким прям красивым. Допустим, для хареки. Блюдца нужно, которое будет максимально удобное. Я думаю, в ближайшем компания Элисит это сделает. И сделает блюдца более матовые, чтобы они были менее марки. Потому что для дома, в принципе, ок. На блюдце я угли не фанат ложить. Поэтому блюдце у меня, в принципе, всегда чистенькое. Без каких-то прожогов. Я, конечно же, проводил эксперимент. Я выкладывал на блюдце 4 угля. И, собственно, их оставлял там. Я думал, что останутся следы, как у многих кальянов, у многих блюдец. А здесь этого не осталось. Из минусов еще такой прям хороший минус – это его цена. Он не для всех. Но кто хочет иметь красивый кальян, пожалуйста, Элисит. Он просто шикарный. Стильненький, хороший. Если говорить про расцветки, то цвета очень богатые. Есть черный, который смотрится просто ебучий. Но его минус заключается в том, что вот эти все узоры в черном цвете, они съедаются. Есть бордовый, как у меня, и я считаю, что это самый охуенный цвет. И совсем недавно компания Элисит дропнула фиолетовый. И этот цвет выглядит просто божественно. То есть ты на него смотришь и думаешь, блядь, я его хочу. Хороший кальян. Новый продукт. Прошу обратить на него внимание. Ну а теперь, что касается розыгрыша. Да? Забрать его достаточно легко. Нужно поставить лайк на это видео. Перейти по ссылочке в описании в мой телеграм-канал МВЧ. Подписаться на МВЧ. Подписаться на Элисит. И подписаться на кальянного сплетника. Нажать кнопочку «Участвую». И все. И ждать, когда объявится победитель. И мы ему прям быстренько, шустренько чухнем новый серый Элисит. Поэтому это был Дава Дым. Такой непринужденный, обозревательный выпуск о новом кальяне Элисит. На самом деле, они не так давно у людей в эксплуатации. Они не так давно в эксплуатации у меня. И мне, наверное, сложно пока говорить о минусах. Потому что минусов, как таковых, больших, я еще не увидел. Всем пока-пока. Это был Дава. Участвуйте. Продолжение следует...